Добрый день, уважаемые телезрители канала Катренден. Рад вас приветствовать. Как обычно и в данном видеообзоре мы расскажем вам вот о таком замечательном рюкзаке от фирмы Оспри. Известная контора, в основном известная тем, что у нее очень эргономичные рюкзаки. И данная модель называется вариант на 52 литров. Такой вот замечательной расцветки Galactic Black. Итак, приблизительно следующим образом оно выглядит на спине нашего роботизированного помощника. Давайте его снимем и более подробно разберем его конструкцию. Вот, замечательной расцветки. Начнем мы, как всегда, с подвеса данного рюкзака. Как видите, выглядит весьма и весьма эргономично. Что вам следует знать о данном подвесе? В спину данного рюкзака вмонтирована периферийная рама. Как видите, спина достаточно жесткая. Гнется, конечно, но относительно. Кроме того, мы видим такая вот формированная спинка. Все очень продумано. Благодаря данным каналам, невзирая на то, что рюкзак позиционируется как зимний, тем не менее, будет более чем достаточно вентиляции. Скажем бы так. Кроме того, они будут слегка массажировать спину. С-образные покроя лямки. Такие вот тоже замечательные, анатомические. Должны очень хорошо лежать на ваших плечах. Кроме прочего, имеется естественным образом грудная защелка. Регулируемые как по диаметру груди, так и по высоте на данных направляющих стропах, как мы видим с вами. И естественным образом с сигнальным свистком. Для зимнего рюкзака вещь крайне полезная. Всегда в аварийной ситуации какой-нибудь можно подать знак, если заблудились в какой-нибудь пурге. Ну, в общем, понимаете. Итак, что еще интересного, так это вот пояс. Пояс широкий, мягкий, с таким вот замечательным, скажем так, ремнем, затяжка которого происходит от бедер к центру. И очень таким мощным фастексом. Выглядит крайне надежно и удобно. На нем также присутствуют две петли для навески дополнительного оборудования. Как-то карабины, всевозможные там оттяжки, ну и так далее. На ваше усмотрение. Помимо всего прочего, данный пояс снимается с рюкзака. Он здесь вставлен и закреплен на липучке. То есть, вот таким вот образом подорвал липучку, его можно элементарно отсюда извлечь без каких-либо проблем. Тем самым облегчив рюкзак. И вообще, в данном рюкзаке все сделано для его максимального облегчения. То есть, он действительно очень легкий. Мало того, с возможностью вот такой вот, скажем так, модификации. Помимо прочего, ну скажем так, о спине и подвесе мы с вами поговорили. Помимо прочего, перейдемте давайте к клапану. И тут мы сразу с вами же увидим, что клапан отстегиваемый. Вот на вот таких вот фастексах, которые тут так специально спрятаны, через петель был пропущен. И мы видим, что данный клапан можно вполне легко элементарно расстегнуть. Это, опять же, сделано для облегчения рюкзака. То есть, если вы его используете как штурмовой, непосредственно перед выходом, вы можете снять с него все, что вам, в чем нет необходимости непосредственно сейчас, в данный момент. Тем самым облегчим его, как заявляет производитель, там порядка до 700 грамм. Он совершенно как бы не тяжелый, а так будет еще легче. Давайте рассмотрим чуть поподробнее к клапану. Как мы сразу можем заметить, фастексы здесь сделаны таким специальным образом. То есть, удобно с ними работать даже в перчатках. То есть, не нужно обязательно вставлять пальцы как-то внутрь, искать эти подушечки для нажима. Просто нажимаем по бокам, и он элементарно открывается. Итак, открываем клапан. И еще раз показываю, что клапан отстегиваемый. Присутствует внутренний карман клапани для всевозможных мелочей. Здесь же есть вот караминчик-фиксатор для ключей. Ну, в общем, не знаю, там дополнительные батарейки, что-нибудь такое, фонарик. Все вполне сюда войдет. Ко всему прочему, на клапане имеется и карман снаружи, причем клапан, который мы видим отстегиваемый, он очень вместительный. Очень вместительный. Сюда вполне войдет полноформатная аптечка. Не знаю, какая-нибудь запасная там ветровочка, что-нибудь такое. То есть, он очень объемный. Можно использовать любым из доступных, из придуманных вами вариантов. На молнии, в принципе, как во всех рюкзаках, оспри, вместо язычка на собачке присутствует вот такой темлячок. С ним тоже крайне удобно работать, если вы даже в перчатках. То есть, легко нащупать, легко зацепить пальцем, открыть, закрыть, без всяких вопросов. Так, теперь разберем дальше конструктив данного языка. Под клапаном мы видим с вами такую вот горловину, которая заканчивается вот таким вот еще одним дополнительным клапаном. На то в случае, если вы отстегнули основной клапан, тем самым облегчим рюкзак, и отстегнув там всевозможные вещи прямо в клапане, в которых вам нет необходимости в данный момент, для того, чтобы заглиметизировать рюкзак, ну, скажем так, предотвратить попадание туда всевозможного снега и так далее, у нас для этого есть вот такой вот клапан непосредственно на горловине. Под этим клапаном мы видим еще один небольшой такой вот карманец, видите, сеточка такая, тоже для всевозможных мелочей. Ну и, соответственно, на горловине присутствует затяжка. Затяжка очень простая, то есть, просто оттягиваем за эту петельку, и вот, пожалуйста, если нам надо распустить... Одну секунду... Если нам надо распустить, нам надо просто ее чуть-чуть оттянуть, вот, и она в элементаре распускается, пожалуйста. Еще, значит, мы тут же сразу, вот и кармана, видим такую петельку с фастексом, это фиксация для питьевой системы, здесь есть соответствующий карман дополнительный, в который вставляется гидратор, сюда вот пристегивается, и тут же у нас присутствует выход. Я вам сейчас попробую показать. Вот, пожалуйста, выход под систему H2O. После чего сламп заправляется в лямку вот под такие вот резиночки. Как вариант, хоть слева, хоть справа, как вам удобнее. Крайне правильная конструкция. Ко всем прочим, здесь же в горловине присутствует вот такая вот стяжка, дополнительная, выделенная красным цветом. Ее можно использовать как для компрессации данного рюкзака, то есть содержимого, все, что в горловине, мы можем, допустим, закрыть и через верх вот таким вот образом застегнуть вот данный, как мы видим, фастекс. Точно так же, этой красной стропой, мы можем присоединить бухту с веревкой к данному рюкзаку, повесив ее сверху, зажав данной затяжкой, и как бы уши бухты будут свисать по бокам. Все очень продуманно и разумно. Теперь непосредственно, как бы, о самом рюкзаке. Как мы видим, здесь на спинке присутствует такой вот дополнительный карман. Непростой, а такой с определенной, скажем так, хитростью. Во-первых, внизу данного кармана присутствует вот такая вот своеобразная трубка, куда вполне может войти ловим и щуп. Он, конечно, будет чуть выпирать, но, тем не менее, место для его, скажем так, фиксации вполне надежное. Когда мы отстегиваем данные боковые стрепы, вот, а также отстегиваем стрепы сверху, нам открывается вот такой вот достаточно объемный карман. Ко всему прочему, его задняя стенка, то есть лицевая стенка данного кармана, она упрощена специальным пластиком. Этот карман предназначен для переноски всевозможных, как вариант, кошек, например. Позиционируется производителем, что он предназначен для переноски кошек, и ровно этот пластик должен предотвратить порчу рюкзака всякими острыми краями и углами. Затяжки на данном кармане выполнены очень интересно, как мы видим. Здесь не просто можно регулировать, скажем так, длину затяжки, но еще и фиксировать ее. То есть тут присутствует в фастексе такой замочек, то есть выставили необходимую длину и застегнули. Причем, должен заметить, что данные фастексы сделаны таким образом, и тут, как мы видим, достаточно много, что перепутать их между собой невозможно, потому как, например, фастексы от клапана, в них просто вторая половина не войдет, и мы сразу понимаем, что мы не в тот замок пытаемся его встегнуть. Соответственно, вот есть его родной половинка, в него он, как видите, встегивается без всяких проблем. Также данная затяжка является одновременно и боковой затяжкой, которая регулирует объем рюкзака. Сбоку рюкзака, мы видим, присутствует затяжка еще одна, степ такой вот компрессионный, ну и, соответственно, вот это от кармана, который идет. Тут же присутствует небольшой кармашек такой, для всевозможных мелочей, либо сюда войдет фляга с водой, ну зимой, правда, фляга с водой здесь не очень хороший вариант, может просто замерзнуть. А в целом, данная боковая стенка по большей части предназначена для переноски лыж. Мы видим с вами, здесь есть вот такая специальная плотная петля, мы вставляем лыжу пяткой вниз до упора, сюда упирается крепление, после чего прихватываем ее вот этими боковыми стяжками. Тем самым мы можем на данном рюкзаке по его бокам, которые, кстати, абсолютно симметричны, транспортировать с собой пару лыж для всевозможных, скажем так, зимних горных, горнолыжных походов. То есть вариации какие угодно. Здесь же мы можем еще раз повторюсь внести всевозможные кошки. Присутствуют также наружные петельки вот такие, к которым при помощи, скажем, какого-нибудь реплика можно также зафиксировать снегоступы. Ну то есть рюкзак весьма универсален и можно использовать для любых видов зимних, скажем так, спорта. Кроме всего прочего, здесь же мы видим, присутствуют вот такие вот петли, при помощи которых мы можем крепить к рюкзаку еще и ледовое снаряжение. Всевозможное. Ну и не только. Например, сюда вполне можно под данную резинку, которая легко регулируется, зафиксировать там лавинную лопату, трекинговые палки, ледоруб, не знаю, ледовый инструмент, все что угодно, можно крепить при помощи этих петель. Покажу вам вот с другой стороны, как мы видим, абсолютно аналогичное строение рюкзака. Тоже карманец, петля для лыжек и боковые стяжки. Поскольку рюкзак зимний, то рейнкаверов в нем не предусмотрено, поскольку он должен, по идее, использоваться в тех условиях, когда дождя просто не бывает. Снег, да, дождя нет. Внутреннее отделение рюкзака, сейчас я вам покажу чуть поподробнее, предоставляет нам полный объем, абсолютно, то есть просто один большой мешок, куда замечательно влезет практически все, что вы собираетесь взять, если будет для зимнего похода. В кармане, собственно, дегидратора, и покажу вам еще. Есть дополнительная липучка, закрывающая вход в рюкзак, в которой устанавливается рама. Это очень удачное решение, вот мы видим с вами непосредственно интегрированная рама, вот, с такими пластинами из пластика. Замечательное решение, на случай, если нам необходимо постирать рюкзак, по раму, допустим, уже пришла, мы можем достаточно легко вынуть отсюда данную раму, после чего рюкзак становится мягкий, и не жесткий, и его вполне можно постирать. Такой вот замечательный рюкзак, со своими интересными такими, как бы, решениями. Как и многие другие интересные вещи, с интересными решениями, все это дело продается в нашем магазине. Мы вообще любители всевозможных интересных вещей. Так что, если вас заинтересовал, обращайтесь к нам, звоните, всегда проконсультируем, подписывайтесь на наш канал, не забываем про хорошие скидки для постоянных клиентов, и до скорых встреч, уважаемые!